В связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе, СБУ ввело желтый уровень террористической угрозы. В первую очередь это коснется защиты всех стратегически важных объектов и в частности административных зданий. Во избежание происшествий охрана в мэрии ужесточила правила пропуска. К сожалению, у нас идет война и опять же по событиям, которые происходили на востоке, в Луганске, в Донецкой областях, мы видим, что одним из первых подвергались нападению, это как раз органы местного совреждения. А сейчас, допустим, опять же, не одна сотня людей работает в здании, и проведение террористического акта в админздании может парализовать работу всего города. Вопрос пропуска в мэрию за последние месяцы встал очень остро. Жалоб как со стороны общественников, так и некоторых журналистов немного, но они есть. В Управлении общественной безопасности уверяют, пропустить могут всех, но только с конкретными намерениями. В Горсовете должны знать, для чего и с какой целью пришли люди. Если есть какое-то конкретное намерение, пожалуйста, проходите. Если пришел погулять по Горсовету, извините. Что же касается возможности общественных организаций попасть на сессию и исполком, вход также свободный. Но есть один нюанс. Зал подразумевает вместительность не более 30 человек, не считая депутатов. Поэтому придется выбирать самых активных. В таком случае тоже, чтобы не ограничивать, от группы лиц, которые проходят, мы выделяем инициативную группу. Все не зайдут, 30-40 человек. Например, 4, 5, 6 инициативная группа, которые проходят и озвучивают все вопросы. А вот пикеты и акции под зданием мэрии стали уже привычным делом. Общественники неравнодушные после попытки достучаться до городского головы или конкретного депутата пытаются попасть непременно к нему на прием. В муниципальной охране заявили, если не хотите ждать и проходить все формальности регистрации, пишите официальные обращения в департамент. Если не хочет человек ждать, а хочет получить ответ, он обращается в департамент звездования громадян. Письменно ему письмо надают витпу, из которой он потом может обратиться в суд, если считает, что действия неправомощные были. Либо в правоохранительные органы, либо где-то в коммунальные службы, которые его интересуют, с ответом официальным от города. Так что в мэрию попасть несложно, если очень нужно. Но просто так погулять вас, конечно же, не пустят. В конце концов, там работают люди и зевакам там делать нечего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова